Для того, чтобы закрыть свалку, нужно принять решение. С учетом ваших обращений, обращений к губернатору, имеющихся нарушений в родоохранном законодательстве, имеющихся нарушений. Мы приняли решение, формировали ад, и подадим на полигон, на закрытие. Абитражный суд Роснедовского права. Вы подаете? На закрытие, не на простановление? Не согласна. Подождите, подождите. Давайте посмотрим. Подаем на закрытие. Ну, то есть, как бы, чтобы это... Это сейчас говорит глава района, Игорь Валентинович Васильевич. Мы готовим ист, и вот где-то он будет готов, наверное, до конца этой недели, я думаю, что он будет готов. Подаем, выходим в суд, приводим все наши аргументы. Полигон либо соглашается, либо не соглашается. Пятое сентября, станица Полтавская, 22-й год. Люди стоят на мосту, не пропускают мусорки, уже закат. Там уже жарят шашлыки. Все собрались здесь жить, отстаивать свое право на жизнь. Хорошо? А что, нас так и накажут, да, за то, что мы день проспаяли? Чтобы увидеть вас. А, причем нас не в волосе почему-то? Да уже на 5 тысяч наказали меня и мужам инвалидов, мне пенсия 13 тысяч. Еще раз уже никто никого наказывать не будет. Скоропышни, вы слышали? Слышали. Вы протоколы уничтожите сегодняшний день? Нет, мы их уничтожать не имеем права. Ага. Да ради бога, не подписывайте, судья примет решение. Вашим председателем, где за вашим председателем. Глава района сказал, да. Мы власть, не судья, а народ. Согласен с вами. Особенно с вами я согласен. Конечно. Вы исполнительное во всего-навсего. Сидеть мне здесь сильно не хочется. Пахнет кругом, да? Давайте так. Ну вот раз у нас уже такой разговор, и нам надо разрулить это. Закройте свалку до выяснения обстоятельств дела. Да нельзя этого делать. Да можно это делать. Да почему это ж нельзя? Нам в январе этот говорил, как в ушах. Если вам будет дана команда сверху, найти преступление, они сегодня найдутся. Эмоции оставьте. Есть экстренные схемы. Какие схемы? Какие схемы? Территориальная схема, согласно которой возят. У каждого полигона есть. Наталья Юрьевна, решение о приостановке деятельности, еще раз напоминаю вам, еще раз третий раз вам довожу. Решение о приостановке, либо закрытии предприятия, принимает только суд по обращению. Вы же юристы. Ну, как вам еще раз это объяснить? У вас есть вариант, значит у вас есть режим. Порядом, на это решение может принять губернатор. Если вы до него донесете эту проблему, они будете рассказывать, что здесь все надо одной Горяевой. А здесь ничего нет. Прессивалка получена, лицензия получена незаконно на полигоне. Они соответственно нигде. Поэтому она незаконна. С одиночным пикетом я был. У нашей администрации Киев-Краснодарского, у правовой администрации, и два раза был с одиночными пикетами. И какого результата пока нет. У нас уже накопилось отписок. Около тысячи писем мы получили. У вас штрафовали, насколько я знаю, да? Сейчас мы здесь требуем, чтобы пришел глава района, и она дал обещание нам провести сход. Нам не дают провести сход граждан. Мы имеем право проводить, понимаете, право уставу района, если уставу, то есть уставу района, сход граждан, который решает вопросы уже, который не требует дальнейшего утверждения, ничего. И вот он нам не разрешает провести сход. Как-то объясняет, нет? Объясняет. То ковидом, то террористической урозой, хотя вот неделю назад проводилось День станицы, тысячи народа собрались. Это можно. И не раз мероприятия проводились, а вот сход нельзя проводить. А решение схода, оно не подлежит ни к какому утверждению. Оно окончательно. Так написано в уставе нашего района.